Ребята, всем привет! С вами канал Мудда Гришна и я сегодня хотел бы с вами поговорить о том, что происходит в нашей стране вот буквально сейчас, а в частности о повышении цен. В декабре 2018 года всех успокаивали, что цены расти не будут, что цены вырастут незначительно, не больше инфляции, что НДС на 2% повысится. Это практически не отразится, потому что это будет незаметно. Вот я вам сейчас прочитаю, как это незаметно. Вчера я неожиданно отнулся на эту статью и меня действительно это поразило. Вот пишут, я буду читать и прям комментировать. Россияне очутили первые итоги повышения НДС. По данным Росстата, цены в стране за 9 дней Нового года в среднем выросли на 0,5%. Сильнее всего подожжали свежие овощи, куриные яйца, проезд на общественном транспорте. Но стоимость отдельных товаров, по факту, люди присылают фотографии ценников, по факту, стоимость отдельных товаров поднялась до 50%. Вы можете себе представить, нет? В первую очередь в Москве отменили большую тарифную сетку. То есть там было много разных вариантов по выбору, как, так сказать, ноутбук поставили, это неудобно. То есть было очень много вариантов, как можно было купить 60 поездок и тратить их в течение 3 месяцев, 60 поездок в течение месяца, 45 поездок в течение 60, очень много разных вариантов. Сейчас оставили только те варианты, которые действительно базовые, которые не будут приносить убытков или там еще чего-то такого. Выросли цены на проезд в электричке. Я в Подмосковье проживал, да, там в принципе проживаю, вот на электричке, я частенько на электричке ездил. В итоге получается, что и так, и так, значит, цены были высокие. Еще подняли на, я думал, что будут, значит, опускать, нет, еще подняли, повысили цены в электричке. Значит, самое интересное, бензин, что говорят там из-за НДС, 1, 2, 3 рубля. Говорят уже, что к весне бензин по стоимости будет до 50 рублей они поднимут. Сейчас потихоньку все цены ползут вверх. Меня вот это просто поразило, потому что, понимаете, ведь народ опять платит за то, что вы платите за мост, за Крым, за все опять, понимаете, опять заплатит народ. Пенсионный возраст повысили. В какой стране-то вы повысили пенсионный возраст? Я вот так видео и не снял о пенсионной реформе. Ну в стране, ладно повышать пенсионный возраст в стране, где реально люди зарабатывают. У меня отец, царство небесное, его не стало в 53 года. Но он даже до нормальной пенсии не дожил, потому что пахал, как раб на галерах. И все люди пашут, и пашут, и пашут. И теперь им еще добавили там по годику, по два, по три, по сколько там, чтобы вы еще поработаете. Чтобы меньше, потому что денег на пенсии нет. Потому что 600 миллиардов рублей получит бюджет из-за этого НДС. Почему и для чего? Ну понятно для чего. Латать дыры-то надо как-то. Кто будет латать? Я и ты будешь латать. Вот и все. Значит, вот таксист Сергей. Сергей рассказал, что аренда автомобиля обходится как минимум в 1600 рублей. На заправке ты минимум 1000-то потратишь, он говорит. Продолжил он. Сначала дня до 3-4 часов ночи ты откатаешь эту сумму. И только после этого времени идет заработок для себя. Получается поднять около 2000. 16 часов в день ездишь на износ. В такси печально, невыносимо. Я снимал видео о таксистах, я подвергал резкой критике культуру таксистов. И то, как они в принципе общаются с людьми. Но получается для них сейчас работать по тем тарифам, которые есть, просто невыносимо. И они просто не могут заработать. Работая по 16 часов в день за рулем. Но это же просто идиотизм. Идиотизм. Ну вот те разочарованные поклонники компании Apple. Я много покупал техники Apple. Все меня всегда ругали. Зачем? Зачем? Дорого? Вот там это. Я всегда вот продавал потом технику Apple. Знаете? Я либо продавал за те же деньги, за которые купил. Либо чуть-чуть дешевле. Я даже дороже продал один раз. Дороже. Представляете? Хотя прошло время. Вот девушка пишет. Значит, я давно жду, когда подешевеют наушники AirPods. Ей хочется AirPods. Значит, московского вуза. Престижного московского вуза. Мне и раньше было жалко отдавать за них 11 тысяч. А теперь они стоят 15. Все. То есть тот, кто в прошлом году не купил, пожалуйста. Теперь вы технику Apple не можете купить. То есть все буквально в смысле выросло в цене. И вырастет дальше. Значит, дальше. Зашел купить в Рязанском автомагазине шайбы для регулировки схода развала. Признает 35-летний Евгений. Лежат на витрине, стоят 10 рублей. На кассе сказали, после Нового года переоценка теперь 15 рублей. Подорожали на 50%. Яйца подорожали. Яйца вообще, я слежу за яйцами. Как смешно не скажу. Я слежу за яйцами. Яйца это просто какая-то фантастика. Вот здесь на рыночке я нашел. Значит, яйца по, по-моему, сколько? 49 рублей за десяток. 49 рублей. До чего сейчас дошли? Вот посмотрите в магазинах. Пишут, оказывается, стали укомплектовывать яйца девятками. Не десятка, не десяток яиц, а девять яиц. Девяток теперь яиц будет называться. Цена та же. На одном яйце экономия. Так же, как помните, там гречка килограмм 900 грамм. Хлеб там 600 грамм, 500 грамм. Все на 100 грамм уменьшали. Эти 100 грамм они давали им, то, что они компенсировали вроде как, значит, свои потери. Яйца теперь, говорят, стоят вообще просто за облачные деньги. Я тут недавно зашел в какой-то супермаркет. 60 рублей, 70 рублей, 80 рублей, 100 рублей за десяток яиц. 100 рублей. Я не понимаю этого. Понимаете, ну, если мы говорим о том, что вот видео мы с вами снимали там о переезде из страны, еще о чем-то. Ну, и вот причины почему. Так вот они причины, вот они. И вот только что я их, так сказать, вам на ладошках, на блюдечке с голубой каемочкой принес. Потому что нам в декабре говорят, все в порядке, все будет нормально, ничего расти не будет, все в рамках инфляции. Да к инфляции скрывают. Инфляцию скрывают, значит, Росцен. И мы опять платим народ. Народ опять заплатит за все. И народ опять будет нищать, народ опять будет сидеть. То сидели с румынскими стенками все, и у каждого была одинаковая машина, одинаковая квартира, одинаковая сковородка, одинаковые трусы в советское время. Теперь все будут сидеть в разных квартирах, в разных городах, в разном этом. И все будут платить за то, что мы теперь, оказывается, можем съездить в Крым. Ну и многие из вас по этому Крымскому мосту проехали в Крым. Че, в Крым поедем? Давайте всей страной действительно летом рванем в Крым. Ограничьте нам действительно уже и выезд из страны. Просто закрыть страну и все, сделать Северную Корею. Проблема-то какая? Не выпускать никого. Они же видят, Росстат дает реальные цифры, сколько отток населения, отток капитала. Закрыть страну уже для всего. Теперь будут контролировать движение денег по банковским картам вплоть до тысячи рублей. Наоборот, надо сделать банковскую тайну, чтобы все деньги сюда вернулись и насытилась экономика деньгами. И их не тратили. Нет, они будут теперь, прокурор будет сидеть и над каждым рублем смотреть, куда ты его тратишь. Да кто будет жить в этой стране? Вы понимаете или нет, что так нельзя, так не делается. Это все уголовные дела, уголовные дела, уголовные дела. Этого арестовали. Сегодня губернатора посадили, завтра арестовали. Сегодня посадили, завтра арестовали. Где вы кадры такие берете тогда? То есть, с моей точки зрения, ну как мне кажется, это довольно странно все. По меньшей мере. И причем так кажется не только мне. Но вот по ценам, то что я прочитал, я могу сказать, что ладно люди, которые зарабатывают, живут там более-менее в больших городах. Но если в Москве уже люди говорят, что у них проблемы, не то, что как проблемы со сведением бюджета, то что творится в регионах. У меня мама не работает, у меня пенсионерка. Она получает коммунальные услуги. Это вообще фантастика. Я живу сейчас в Казани. За двушку коммунальные услуги зимой 6 тысяч. 6 тысяч рублей. Можете себе представить? А зарплата 18-20. 25 там, например. Ну и как? У меня мама пенсионерка получает пенсии 10-11 тысяч за квартиру, потому что квартира большая. Надо платить 10. Ну как? А если бы она здесь жила, в Бушкино, 6 платила. На 4 тысяч? На 5 тысяч надо жить в месяц? Вот с этими ценами? То есть все у нас, экономика растет, все растет, цены понижают. А в итоге получается на 5 тысяч она должна что? 4 недели что ли жить или что? Давайте пенсионный возраст повысим. Не успели ей повысить. Чтобы отправить уже на гору и скорее закопать в землю. Это что такое вообще? Это геноцид населения называется. Это геноцид населения своего же. Это куда дальше-то уже? Я не знаю, ну, меня, например, это вообще никак не устраивает. Как жителя, как гражданина этого государства. При всем уважении к тем, кто вокруг меня и к согражданам. Я же вижу, как люди живут. Я, приходя в гости, что не вижу, как люди живут? Или не приходя в гости, а просто читая ваши комментарии. Я же вижу, что люди меньше стали ездить за границу, стали больше экономить. У кого дети рождаются, вообще, так сказать, сложная система, сложности. Ладно, ребята, пишите комменты. Видео такое более эмоциональное, потому что связано с такой тематикой. Всем пока, ребята, до встречи.